Шесть недель силовых тренировок, танцевальных занятий, йоги и растяжки. Участницы второго сезона проекта «Без фильтров», заряженные успехами предыдущего марафона и мотивацией тренеров, уверенно вступили на путь преображения. Участницы второго сезона вдохновили участницы первого сезона, потому что добились очень хороших результатов. Кто на них смотрел, на их результаты, как они преобразили себя, соответственно, у них тоже возникло желание поучаствовать, попробовать. То есть проверить себя, смогут ли они преодолеть себя в чем-то или нет. Если в первом сезоне у нас еще была размытая какая-то цель, чего хотим, как, то есть все было в таком немножко в тумане, то здесь уже девушки пришли, они знали точно. Мы им выстроили четкие цели, то есть мы их взвесили, да, ну то есть определили полностью параметры в сантиметрах. Я рассчитала при нагрузках, сколько надо килокалории потреблять, насколько они должны похудеть, и мы им выставили четкие цели в цифрах. Второй проект без фильтра здесь была «Зумба-стронг». Силовая тренировка на больше, то есть на проработку мышц, больше кардио-аэробные. Они молодцы, они стояли на гвоздях, превозмогали себя, свои возможности, вытаскивали какие-то детские травмы, обидные, подростковые тоже. Вот, ну и, конечно же, худели, потому что за одну практику йоги на гвоздях уходят от 500 до килограмма лишнего веса. Прокачка участниц проекта без фильтров проходила не только на физическом, но и психологическом уровне. Мы встречались всего лишь один раз, но мне хотелось их настроить на марафон, чтобы они понимали, к чему они стремятся, чтобы они в дальнейшем могли понимать истинную причину и так далее, чтобы они разобрались в себе. «Сначала у нас были групповые занятия, мы смотрели по картам групповые, ну такие основные запросы, потом я работала непосредственно с каждой участницей. И, то есть, мы просматривали варианты, да, как девочкам выйти из этой ситуации, какие варианты предлагает карта, да, потому что карта тороится, ну, некий такой сейчас мантический инструмент, ну, не нужно думать, что это гадание, да, это просто, скажем так, для человека подсказка». Пожалуй, самая приятная часть марафона – это работа со стилистами. Новые наряды и новые прически – финальный штрих продолжительной работы над собой. В завершении образа Оксаны мы решили сделать прическу из плетения, то есть это достаточно такое классическое направление, но с вытянутым прядем создать небольшой хаос на голове. Мы преобразили их, мы поменяли полностью образы девчонкам, мы прислушивались пожеланиям девочек, но нам разрешили немножко потворить с ними. Мы делали стрижки, мы делали окрашивание, ну и сегодняшний финал – мы делали прически. То есть я думаю, что это полнозавершенный образ. «Финальный образ каждой из участниц, он обязательно должен быть подчеркнут, то есть комплект именно подходящей одежды. Мы учитывали тенденции наступающего сезона весна-лето 2019, то есть это джинса, это динамика, это белые футболки, майки, серьги, кисти, бирюза, белые рубашки». Обычно в такие проекты приходят, чтобы изменить фигуру, но в финале участницы меняются не только внешне, но и внутренне. «Я думаю, что наш проект очень сильно им помог тем, что вселил в них, наверное, вот эту вот уверенность в себе». «Цель похудения, естественно, чтобы стать лучше, красивее». «Была здесь, отступать потом вообще неохота. Назад, прошлое, как бы хочется двигаться вперед, вперед, вперед. Конечно, больше себе стало нравиться. Мы теперь только так и будем ходить». Не успели стихнуть поздравления финалистки этого сезона, как организаторы уже вовсю планируют следующий. И обещают, что он будет более масштабным, ведь в финале проекта за победу поборются две команды участниц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...